Гарри Гаррисон. Кошмар в Тиволи. Для вас читает Мещеряков Артём. Отличный обед, капитан Нильсон. Вы во всём были правы насчёт Тиволи. Пусть и остальное ваше пребывание в Копенгагене будет не менее приятным, капитан Майлз. Скэлл. Полицейские подняли бокалы с аквавитом в дружеском тосте. На столик падали солнечные лучи, проникая сквозь листву над головами. Вокруг слышались смех и восхищённые возгласы, катающихся на грохочущих американских горках. Издали доносился вальс Штрауса. Денёк выдался на славу. Внезапно идиллию рассёк пронзительный вопль, подобно лезвию ножа, кричала охваченная ужасом женщина. С грохотом опрокинув стул, Нильсон вскочил на ноги. Открытый ресторан находился неподалёку от колеса обозрения, и капитан оказался на месте одним из первых. На бегу он понял, что американец следует за ним по пятам. Стуча тяжёлыми ботинками по деревянной платформе, он протолкался сквозь собравшуюся толпу. Женщина стояла перед открытой дверцей кабинки колеса обозрения. Её рот был широко открыт, хотя она уже не кричала. Двое полицейских взглянули на безвольно лежавшего в углу кабинки человека в запятнанном кровью пальто. Из спины торчал нож. Действуя в соответствии с заведённым порядком, капитан Нильсон отгородил место происшествия, передал свидетелей на попечение быстро прибывшим полицейским и постарался сделать всё возможное в ситуации, когда необходимо раскрыть убийство по горячим следам. Он даже вспомнил о людях в других кабинках и, убедившись, что лежащий действительно мёртв, распорядился снова запустить колесо обозрения. Рослый работник парка молча подчинился. В следующей кабинке никого не оказалось, но остальные были заполнены до отказа. Один за другим, внезапно помрачневшие пассажиры колеса выбирались на волю и уходили, пока в конце концов перед капитаном вновь не очутилась кабинка с трупом. Ясно было, что без расследования не обойтись. Мысленно застонав, Нильсон пожалел, что не может взять обратно сказанных за обедом слов. Хотя Майлз был из Соединённых Штатов, у них имелось много общего. Оба носили капитанское звание и специализировались на расследовании убийств. Когда нью-йоркский офицер спросил Копенгагенского о здешних методах, тот не поскупился на подробности, с гордостью рассказав, сколь мало убийств у них случается и сколь быстро они раскрываются. Капитан Майлз ему почти завидовал, жалея, что у него дела идут далеко не так гладко. Вряд ли капитан Нильсон мог ожидать, что ему в скорости придется подтвердить сказанное на практике. Разглядывая труп, он болезненно ощущал присутствие американца. «Я не собираюсь ничего трогать до приезда фотографов и экспертов, но, возможно, нам удастся установить личность потерпевшего». Капитан Нильсон обернул пальцы носовым платком и просунул их в нагрудный карман мертвеца. Осторожно, чтобы не размазать отпечатки, вытащил тонкую книжечку паспорта. «Западная Германия», — капитан Майлз приподнялся на цыпочки, заглядывая через плечо рослого датчанина. «Похоже, у вас на руках не только убийство, но и международный инцидент». Нильсон лишь мрачно кивнул и повернулся к молча стоящему в стороне работнику. «Вы говорите по-английски», — спросил он, и тот кивнул. «Не расскажете ли, что вам известно?» Работник говорил с сильным акцентом и мало что мог сообщить. Оба полицейских внимательно слушали. Будущий мертвец по фамилии Шульц пришел один. Если кто-то его и ждал, то работник этого не заметил. Шульц не проявлял никакого беспокойства и вел себя совершенно естественно. Собственно, он даже был весел. Работник взял у него билет, закрыл дверцу и увидел, как пассажир унесся вверх, живой. Люди входили в другие кабинки и выходили из них. Колесо вращалось, и прошло примерно три минуты, прежде чем дверца кабинки Шульца открылась снова. Девушка, ждавшая снаружи, закричала. Больше он ничего не знал. Каким-то образом в течение этих трех минут высоко в воздухе на виду всего парка Шульц был убит. «Может быть, самоубийство?» предположил капитан Майлз, задумчиво жуя потухшую сигару. «Я об этом тоже думал», ответил Нильсон. «Но вероятность крайне мала. Прежде всего, как вы сами видите, лезвие вошло на всю длину. Человек не в состоянии ударить себя ножом в спину с такой силой». «Верно», — кивнул Майлз. «Но он мог вставить нож рукояткой в щель и навалиться на него». «Вряд ли у него получилось бы», — вежливо сказал Нильсон. «В кабинке нет подходящих щелей. К тому же, это карманный нож со складным лезвием. Крайне трудно проделать такое, чтобы лезвие не сложилось». Майлз неохотно кивнул. «Что ж, раз он не убил сам себя, кто-то мог бросить нож из другой кабинки». «Боюсь, это отпадает по двум причинам», — все больше мрачнее заметил Нильсон. «Во-первых, кабинка позади этой была пуста, мы сами видели. А она единственная, откуда непосредственно видна кабинка Шульца. Броску из других препятствует ось и прочее оборудование. И даже если в кабинке кто-то был, сомневаясь, что он мог бы это сделать. Во-вторых, метатели ножей используют тщательно изготовленные, сбалансированные лезвия. Вряд ли кто-либо из них, сколь бы опытен он ни был, способен метнуть карманный нож на такое расстояние с достаточной силой. Этот нож не уравновешен, рукоятка намного тяжелее клинка, попасть им в цель практически невозможно». Майлз, прищурившись, смотрел на огромное металлическое кольцо. «Вряд ли в это время на колесе могли работать механики». Работник отрицательно покачал головой. «Это запрещено правилами безопасности», — сказал Нильсон. Нью-Йоркский полицейский с минуту размышлял, затем начал считать на пальцах. «Во-первых, он не мог совершить самоубийство. Во-вторых, он не был убит брошенным ножом. В-третьих, его не убил сосед по кабинке или пассажир ближайшей кабинке или человек, подошедший, когда кольцо остановилось. Правильно?» Нильсон мрачно кивнул. «В таком случае, похоже, отпадают все варианты», — подытожил Майлз. «Единственный возможный вывод, что он вообще не был убит, но наличие трупа это опровергает. С неохоты вынужден признать, что не знаю, как он погиб. И очень рад, что это ваша проблема, Нильсон, а не моя». То был горький момент для капитана Нильсона. Его гость полицейский из города вдвое крупнее, чем вся страна Нильсона, признал свое поражение. Справится ли он сам? Сумеет ли раскрыть убийство или просто выставить себя на посмешище? Внезапно решившись, он повернулся к стоявшему рядом полицейскому в форме и одолжил у него наручники. «Вы арестованы за убийство», — заявил он, поворачиваясь к молчавшему все это время работнику колеса обозрения. Тот медленно вытянул руки, и наручники щелкнули на его запястьях. «Он ни хохо ни шульц», — сказал работник, по-дацки, с тем же сильным акцентом. «Его фамилия Майзе, свинья, каких мало». «Зачем вы это сделали?» — спросил капитан Нильсон. «Я узнал его, когда он зашел в кабинку, но он меня не узнал. Майзе был охранником в нашем концлагере эсэсовцем в звании сержанта шарфюрера. Он убил моего отца и двоих братьев. Когда я его увидел, сразу же все вспомнил и прикончил его. Вот и все». Работник стоял так же спокойно, выражение его лица нисколько не изменилось. «Случай скорее для больницы, чем для тюрьмы», — вздохнул Нильсон, глядя, как задержанного уводят прочь. «Но как вы догадались?» «Я ничего не знал», — невозмутимо ответил капитан Нильсон. «По крайней мере, наверняка. Но тот факт, что кабинка позади шульца была пуста, навела меня на мысль. Это означало, что за ним никто не ждал в очереди, то есть работник мог незамеченным проникнуть в кабинку и убить его. То была единственная возможность, сколь бы нелогичной она ни казалась, и я решил проверить свою версию. Надеялся, что за этим последует признание, и не прогадал». «С меня Аквавит», — сказал американец. «Должен заметить, здешняя полиция вполне оправдывает свою репутацию». «Стараемся», — ответил датчанин, и, дождавшись, когда его собеседник повернется спиной, утер предательский пот со лба. Для вас читал Мещеряков Артем.